Так, добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Начинаем, будем играть в арене. Это будет Rapid Arena. Есть Rapid Arena с 10 плюс 0. Немножко ее опоздал к началу, к сожалению, но надеюсь, что очень рамко, надеюсь, что все равно шансы есть. Так, немножко странно. Этот ход F3 как-то, а, наверное, он готовит ход E4. Тогда, да, нормально, E4. Вот теперь, да, E4. У них ворот не проходит E4. Ну, давайте пока так. Вчера и сегодня много играл в Blitz. Ну, там, 3 плюс 0, 5 плюс 0. И, честно говоря, честно говоря, мне все дело понравилось. Потому что Blitz возвращает немножко в том плане, что меньше начинаешь считать и больше полагаешь на интуицию. И потом, к сожалению, по крайней мере, в моем случае это может перейти и на другие контроли, да? В том числе и драпит. И вот теперь, смотрите, как интересно. А что происходит, собственно? А что это вообще такое? Может, у стрелы, кстати, вот тут уже пожертвовать? Может, у тут уже стрелы пожертвовать? Да, наверное, стрелы пожертвовать. Ладно, автоматически как-то. Кого-то здесь пожертвовать надо было, потому что такое ослабление королевского фланга не должно быть. Не должно быть хорошего. И тут можно сильно стоить в городе, где пешки отдавать. Ага, да. Теперь хочет длинную сторону кироваться. Что об этом уму? Я думаю, что это весьма рискованный план. Ну, что это весьма рискованный план. Но для меня ничего все равно не меняется. Я буду локироваться в короткую сторону, как я и планировал. Так. Мне очень приятно, честно говоря, G5. G5 как-то не очень приятно. Ж. На это того рассчитываю. Дам возможность соперинку как-то позернуть. Должен пешкой брать, чтобы слона не прозевать. Ну, да. Так и происходит. И теперь... Та-та-та-там. Та-там-там-там-там. Та-дам-там-там-там. Чуть-чуть опасно все это выглядит, если честно. Я не скажу, что мне все это дело очень нравится. Я предложу, наверное, размин ферзей. Хотя, может быть, это не очень сильный ход. Я попробую так сыграть. Включить вот так. Вот, пожалуйста, и кстати... А почему бы сначала, да, нельзя взять? А, вот, да. Защищает. Защищает, ну, пешку на C2, но, по-моему, тут подземал чуть-чуть, да? Ну, давайте так. Ну, и здесь, наверное, уже я как-нибудь справлюсь, да? Да, ну, что я могу сказать? Начало сложилось для меня не очень хорошо, было как-то трудно. И где-то, наверное, я что-то сделал не так. А, наверное, допустим, вот этот G6. G7. G7. G6. Да, допустил G6. Г7. Г7. 4-5. Г7. Отлично. Хоть увидел город. 1222. Соперник. Не знаю, почему у них не врубил Берсерк. Не объясни немножко. Ну, если честно, я наигрался в эту бракла. Не очень это здорово. Мне всё-таки время хоть чуть-чуть подумать, поразмыслить. Мне кажется, что шансовный прогресс происходит только тогда, когда вы немножко размышляете. Ну что, давайте рассмотрим. Полян жертвы навсегда пока не проходят, да? Но можно будет усилить. Раз, пока вот так. Сыграем. Ферст пойдёт на Б3. Вот тогда точно будет интереснее. Вот так. Так. Что это за ход? А, ну, хочет слона сюда вывести. Отлично. 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 А теперь что? Что теперь? Так. Так. Если Д5, то задвигает. Очевидно. А мне, кстати, ещё вот такой уход интересен. Чисто... Чисто здесь наканём надо закрываться. Понятно, да? Но потом... Потом Е5. Может быть, что-то интересное получится. Или отдавать чернопольного слона, но... Всё-таки удача чернопольного слона здесь это... Ослабление чёрных полей вокруг короля и, наверное, это не на пользу чёрного. Так что... Правильно, наверное, всё-таки слон F6. Но, наверное, я ожидаю коня... А, слон F6. Вау. 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 Так, а если теперь сюда? Сюда нет кори бьёт сразу. Понятно. Интересно. Наверное, мне стоило пожертвовать на Е6, кстати говоря. Пожертвовать на Е6. Мне, наверное, стоило. Теперь это не так интересно, кстати. Теперь это не так интересно, но я, наверное... Так, если я возьму, так он идёт сюда. Конь на конь на F6. Е5 и D5 будут. Е5, D5, слон, B5. Ну, давайте попробуем. Что-то мне не очень нравится, скажу вам такого. Век живи, век учись, товарищи. Век живи, век учись. В моём случае не век учись, а потому что я не учился всего ничего. Ну, и, как видите, я получил омерзительную позицию. Давайте посмотрим, что можно сделать. Я кругом обсчитался. Слон B5, слон D7. Угу, у меня есть обязан. Так, ну, вот здесь мне чуть-чуть повезло. Так, ну, что, я без спешки сижу. Каким образом я проиграл, честно говоря, я вообще не понимаю. Что-то я даже отпустил как-то этот момент немного. Так, шаг, B5 проверочный. Ну, давай так. - Конь Е5 уже не так интересен, если прогнать коня, то он уйдет куда у нас. Так, опасных я ходов для него не вижу. Что-то мне в ходе Б4 не нравится, ослабляет спешка Ц3, как тут все это опасно. Хотя понятно, что ходу Конь Е4, как я изучаю на Фиоте нападаю. В принципе, пока ладья Д1, просто централизую ладья. Но вы знаете, у меня есть стойкое ощущение, что я упустил клевес, который в какой-то момент у меня, наверное, был Конь Е5. Что-то мне подсказывает, что в этой партии я не выиграю. Хотя, вообще-то давайте попробуем обойтись без какой-то особенной паники. Ничего себе! Соперник, конечно, кудрявый. Только так. Ну всё, да, слава Богу. Рано или поздно, наверное, это должно было произойти. По счастью, это всё-таки произошло. Должен сказать, что Vortex 2 играл, на мой взгляд, неплохо, или я, может быть, играл не выдающимся каким-то образом. Ну вот, видите, да, и дети совершенно все правильные. И дети все совершенно правильные. То есть, он отрекает коня для чьего-то пункта C3, и это Винфер на Владимир Фердя. Так, я сейчас ему объясню, что это будет размена. Если ты какого-то так этого хочешь, это будет всего лишь размена. Кстати, ещё и мат по первому реакцию будет. Ладно, если сюда... Так, ну как бы сыграть получше-то, ребят? Что вы думаете? На G5 идти? Считай, как-то не очень хочется. Качество отдавать тоже не очень хочется. Хотя у нас такое преимущество. Давайте просто спокойно отдадим качество и даже не будем об этом грустить. Так. У нас это и должно последоваться. У нас это и должно последоваться. У-у-у-у. Я не знаю без качества игры. Наверное, ничего страшного. Вот, кстати, теперь интересно. Видите, что он заготовил на коне Е6, ладье Е8? Так. Видите, что он заготовил на коне Е6, ладье Е8? Я трясу, как приятно. Вот, пока защитил. На Е6 пока брать не буду. Три минуты ещё. По идее, этого времени должно хватить, чтобы закончить партию. Перевес очень существенный. Не нравится мне, кстати, что у меня не трокировки, это единственная причина, за которую я могу потерять свои преимущества. Кроме того, я еще не слежу за скопами коня D5. У меня такое ощущение, что соперик сам себя подвязал, если честно, потому что показалось, что здесь есть отскоки, отскоков, по-моему, нет. Насколько я понимаю, я не вижу. Устраивать мне такой ход. Две минуты двадцать восемь секунд. В принципе, тоже вполне достаточно. Обратите внимание, что почему-то я играю не агрессивно. Может быть, я не должен, конечно, играть агрессивно. Это ни о чем. Конь все еще не может отойти так, чтобы защитить ладью. При этом мои кони защищали у друга. Из-за того, что пешки уже прошли, им просто ничего не угрожает, они здесь стоят на смерти. Давайте посмотрим, что я могу здесь вообще предпринять. Да, флорчик я сделал. Может, был, кстати, аж четыре сыграть немножко слабко. Немножко шаблон. Наверное, ферзь, ферзь б3, ферзь б3, ферзь б8, скушаю ладью. Ну да, ферзь б3, ферзь б8, ферзь б6. Хортов, дружище, что же ты наделал? Зачем ты в тянешь время? Программа? Совершенно же забетонно. Ох, не рад я. Сизый думает. Я бы сейчас б срочно им countries набирать. Я, наверное, не буду отказываться от своих задумок. Я напал на пешку и на шошу. Скажу, что тактика опасна, но нормально. Нормально, считаю. Ну, наконец-то. Наконец-то. Это должно было произойти намного раньше, скажу я вам. 1333. Слушайте, опять какой-то вот этот вот. Я же с ним уже играл. Что за фигня? Простите. И опять все то же самое. Вот давайте в этот раз. Это очень-очень клево, что сейчас у меня появится шанс сделать работу над ошибками. Ну, я сделал это. Давайте. Ох, как интересно. Это прикол. Когда ты знаешь задний мозг, ты думаешь, вот надо было сделать так. И тем не менее, просто стоит шанс это сделать. Шанс это переделать. Интересно. Кони 5 сейчас бы так хотел пойти даже ферзь d6 и опять все ему съесть после ферзи 3. Но в данном случае пока не получается. Ну, давайте так. Вдом соперника обмануть. Надеюсь, что сейчас будет конь e5 и после этого пойду ферзь g5. Ну, это неплохой путь он вывел слона, чтобы защититься. Отсевание обмануть. Увел слона, чтобы защититься от шарка. Но я все равно шар буду давать. Потому что после размены слонов король лишается аркировки. Это не может быть плохо. Я так думаю. Ну, все. Теперь аркировка или нет. Или стоило, наверное, аркироваться вообще и организовать перечное наступление. Не знаю. Так, ладно. Что у нас с конем? Давайте посмотрим. Я думаю, что конь будет участвовать во всем этом. И обычно здесь план состоит немножко в другом. В проведении c5. Но я c5 уже проводить не хочу. Этот план же другой. Так, 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 так. Так. Ладья едет. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, да? Да едет конем. Так, слон ладья. Карзел. Продолжение следует... 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 А я сделаю, что я нападу сейчас на вилку, на ладень. Главное, чтобы я ничего не деснул сейчас в области короля, никаких матов. Например, ферзь f7. Так не хочется играть король f8, друзья. Потому что что-то не подсказывает, что мать, я там всё равно грибу. С другой стороны, пункта f7 меня никак уже не защитить. Ладно, я думаю, что эта партия проиграла. ПОДПИШИСЬ! Жуть какая-то вообще. Какая-то нереальная просто космическая жуть. Как мне не хочется. Ладно, давайте. Да, ну всё, мат. Кошмар. 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 С таким королём, как у соперника, его нужно было ставить. Мат. Кошмар. С таким королём, как у соперника. Немедленно, и моментально, и во всех вариантах. Ужасно. Ужасно. Очень недовольный. Очень недовольный. Очень недовольный. Сейчас, конечно, надо панализировать. Посмотреть, что там всё-таки было. Что-то там быть должно было быть. Пу-пу. Какое-то спасение там должно было быть. Так, чисто по ощущениям. Ну, цеперник, если раз покрепше. 1551. Ропекс. Слон С4, цеперник задумался, как играть. Здесь, наверное, лучше ход С5. Но чаще на этом уровне здесь играет H6. Иногда приходит защита двух коней. Ну, тогда коня 5, да. Всё понятно. Здесь нет никаких сомнений. Не хочу сейчас конь D5. Моя задача это разменять этого коня. Убрать куда-нибудь слона, например, на Е4. Ну, может быть, сначала развел трекировку. И пойти D3 или D4. То есть, это мне нужно сейчас, как воздух. Для того, чтобы развиться. Потому что, с одной стороны, конечно, у меня лишняя пешка. Вот это здорово. Вот это здорово. Очень хорошо. Да, кстати, ещё минус хода слон в бассе. Состоит в том, что у коня нет полей. Задам себе вопрос, что он об этом думает. Я думаю, что он может самому здесь. И что я просто зевнул пешку. Может, он думает. Я вам хочу сказать, друзья мои, что он здесь совершенно прав. Макировка. Просто зевнул пешку. И нечем даже тебе гукса сделать. Смотрите, как обидно. Так, ну а мне, между тем, надо, конечно, развиваться. По-моему, слон G2 выглядит здесь неплохо. Да, честно говоря, я уже прям чувствовал. Представлял, как я вот с лишней фигурой себя комфортно и замечательно ощущаю. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Не так, не хочу стать подсекными связками. И готовлю. Готовлю в 4-х ход. Сами кроя H1 достаточно ясно об этом сопернику сообщил. Что такое за ход? А, слону на Солнце 7. Сюда? Неплохо. Солнце 7 неплохо. Как их что-то соображает? Что вызвать лучше заключения? Сегодня. И сегодня что-то не удали. Я расскажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пковал охолонотков и сказок Of, что ты не понимаешь? и возьму наверняка ну и что не подсказывает что фельдже 4 будет потом неплохо смотреть хорошо очень хорошо напал на мат ферже 4 безусловно да напрашивается будет ответ на ферже 4 ответ возит f6 ф6 ладно я должен так собираюсь она будет видно опять считаю что соперник позиции лучше сильные слоны смотрят в сторону короля и если честно я думаю что где-то может быть чуть не форсированный мат уже если не есть то вот-вот соперник должен найтись на так и это лиферизомы краю а а а а а а а а а и а и и а и и Может быть надо было пойти на вариант ферзи 6, ферзи 7, ферзи 6 обратно и что-то вот как-то так поиграть. Да, скажи вам, не ахти какой я. Не ахти как все это приятно. Конь c3 надо срочно идти, конь c3 и слон е4. Еще бы ладей 6, наверное. Ладей 8, простите. В основном мы увидим в бою дострую позицию и в этой позиции, конечно, надо играть точно. Тут ошибки могут привести к совершенно, наверное, печальному результату. Время соперник на одну минуту больше, пока это не критично. Готов уступить, наверное, эту пешку. Да, пожалуйста. Готов пешку уступить или готов? Готов. Готов. Да, готов. Готов. Пешку. А, кстати, у меня была лишняя пешка. Неужели у меня была лишняя пешка на этот момент? Ну ладно, теперь и нет. Ах-хм. Т trainings эн. Ах-хм. У tragedи. У кадр. День трех. У кадр. Что касается размены слонов, то, если честно, я вот сейчас понимаю, что все это учитывание в мою пользу, и слон активно участвует в атаке, и отдавать вам Мне, честно говоря, ужасно не хочется Конь Б-5 рассматриваю ход, но потом есть неприятный Ферзь Д-7 Да, Ферзь Д-7 Это ничего хорошего Хочу ли я идти вот в эти осложнения? Друзья, о чем вопрос? Хочу ли я идти в эти все чертово непонятные осложнения? Опа! Потому что Ферзь Д-6 Подождите-ка Может быть не стоит рассмотреть Ферзь Д-6? Пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 На этой забавной ноте я заканчиваю трансляцию и турнир, которым я заработал аж 5 очков. Показал перформанс на уровне 1480-х участников и показал перформанс на уровне 1480-х участников. В результате все было по-другому, если бы предпоследняя партия сложилась у меня лучше. Давайте посмотрим, как же так получилось. Во-первых, было ли у меня какое-то спасение вот здесь? Нет, да, давайте ферзя, здесь я уже приплыл. Слушайте, как ни странно, я плыл вообще-то всю партию. Да, плыл всю партию, за исключением, сейчас посмотрим. Да, плыл всю дорогу, то есть все-таки жертва оказалась некорректной, она достаточно существенно ухудшила мою позицию. Сразу стало минус 2, то есть компенсации реально нету, просто нет компенсации. Так, и вот тут еще было куда ни шло, можно было как-то воевать и бороться, но я этого не осознал. Так, и здесь почему-то все-таки надо было играть F6. В общем, да, как-то не очень удачно получилось, соперник играл практически безошибочно. Ну и, собственно говоря, заслуженно победил. Кстати, интересно, как сложился турнир для него. Занем 52-е место, вошел 22% лучше. Ну что ж, молодец. Окей, ну, будем знать, в общем, да, что нужно с этой жертвой быть внимательным. На этом я хочу с вами прощаться. Спасибо большое, что смотрели трансляцию, если кто-то ее смотрел. И до новых встреч. Всем пока.